Да, у нас сейчас разбор после игры, я показывать ребят не буду, буду себя показывать, потому что это их личные вопросы, мы сейчас обсуждаем, но ответы, может быть, вам будут полезны, поэтому я это буду снимать. Давай. На самом деле, мне кажется, все подарки, что у меня в жизни приходят, я их ожидаю, потому что... Я хорошо себя чувствую. Ну, хорошо. Так, значит, с благотворительностью и принятием подарков у тебя все в порядке. То есть ты там не комплексуешь, не считаешь, что это незаслуженно и так далее, да? То есть все хорошо, молодец. Так, что следующее еще? А чего мне нужно... Кто это писал? Избавиться от жизни, чтобы стать богатой. От чего тебе надо избавиться? От нерешительности. От боязни. Как это сделать? Как избавиться от нерешительности и от страха? Если б тебя твой ребенок спросил, что бы ты ему сказала? Мама, как мне перестать быть нерешительным, быть более смелым и перестать бояться? Ну, она меня спрашивает высоко, я боюсь прыгнуть, я прыгаю и не боюсь. То есть, делай то, что тебе страшно, иди на страх, и только так можно его побороть. Так? Вот тебе ответ. Когда я произношу, что у меня нет денег, почему меня это отрючает? Прости, как? Когда я произношу, что у меня нет денег. Да, как это влияет на твое положение, если ты произношишь, что у меня нет денег? Ну, в принципе, я могу сказать, что это меня программирует на то, что у меня их нет денег и вообще. Но я не могу сказать, что на данный момент времени у меня их нет, а вот там завтра, в сезон, в неделю... Хорошо. Как тебе, допустим, как тебе такой вариант? Например, если ты скажешь... Например, если ты скажешь, что... Вместо фразы, что у меня нет денег, например, если ты скажешь, что мне нужна такая-то сумма денег, то есть той суммы, которой тебе не хватает. Ну, допустим, тебе надо 10 тысяч, например. У тебя есть 3. Ты можешь сказать, у меня нету, да? И послать во Вселенную вот эту всю установку. У меня нет денег. Вселенная всегда тебя любит, всегда отвечает, окей, как скажешь. Нет денег, значит нет. Либо ты можешь сказать, мне нужно еще 7. Как мозг будет реагировать в первом случае и во втором? Если ты мозгу даешь установку, нет денег. Как мозг реагирует? Ну, окей, нет денег. А если ты скажешь, мне нужно еще 7 тысяч? Мозг начнет думать, то есть для него это станет задача. Понимаешь разницу? Там ты просто фиксируешь недостачу и опускаешь руки и не ставишь задачу себе искать 7. А во втором случае ты ставишь себе задачу. А раз ставишь задачу, значит мозг начинает работать и ты притянешь, найдешь эти деньги. Вот эта разница. Поэтому я предлагаю всем игрокам, вместо того, чтобы говорить, там, у меня нету денег, у меня на эту возможность не хватает. Или что-то еще. Говорите ту сумму, которой не хватает, но в формулировке, что нужно еще столько. Вот там, да, вот был там тоже случай. Не хватало там пару тысяч, надо говорить, что так, мне надо еще 3. Вот тебя спрашивают, допустим, ты участвуешь со мной в сделке, да? А ты смотришь, не хватает у тебя. Значит, говоришь так, мне надо еще 3. У меня такое было, когда я по банке не распродавал. Да. Ну реально надо было, а тут же вариантов больше нет. Да, то есть ты мог, да, сказать, ну блин, нету, все, то есть расстроиться как-то, вот. Да, а сказал там, допустим, так, мне надо еще 2 там, да, или 2,5, сколько тебе там не хватало. Вот, то есть это задача. И когда идет задача, идет заявка во Вселенную, Вселенная тебе отвечает. И она тебе найдет возможность, как ты заработаешь эти недостающие деньги. Окей? Так, Артю, давай, что у тебя? Меня. Когда я увеличу количество источников дохода? Когда? Когда. Когда-нибудь в скором ближайшем будущем я буду. Хорошо, ну почаще себе этот вопрос задавай. И добавляй еще туда как. Будет вообще классно. Такое утреннее упражнение. Проснулся такой, так, когда и как? А ты можешь ему напоминать. И еще вопрос, не удовлетворяйте у меня мой источник дохода. Это мой мой довольно. Да. Жесткий вопрос. Ну, я старался. Я, кстати, периодически... Я думаю, что как бы вроде все как бы само по себе идет и нормально. Никто особо там в деньгах не нуждается. То есть, в принципе, он меня устраивает. Ну, хотелось бы больше, хотелось бы, может быть, что-то вообще другое. Вот тогда еще думай, что как тебе увеличить количество источков дохода. Если тебя это устраивает, но ты хочешь больше, может быть, не из него, чтобы там, как говорится, все яйца в одной корзине. Не надо. Подумай о том, где еще можно получать. Хотя бы, чтобы было, ну, минимум пять источков дохода. И лучше из них хотя бы три пассивного. Вот это такая, ну, задача минимум. Вот. На ближайшие два месяца. Да, ну ладно. Два с половиной. Два с половиной. Да, пусть так, да. Скажи там, Вася разрешил. Вася, давай, веди курс нарциссизм на выезде. Да, как быть, да. Дальше. И есть ли у меня цель на эти деньги? Это после того, когда мы попродавали все, что у нас было, да? Да, ты заработал очень круто, да, ты продал товар очень круто. И вот ты подумал, как ты собираешься стать богатым с помощью этих денег. Да. Приумножить. Да. Потому что обычно, если мы не готовы внутренне к большим деньгам, то они к нам обычно не приходят. Либо если, знаешь, как приходят, так и уходят. Потому что человека колбасит от больших сумм. Он, ну, он не знает, что с ними делать. Ну, это как вот эти выигрыши в казино, да? Ну, где-то вот эти лотереи выиграл, кучу денег, там, через год опять такой же бедный. Почему? Ну, потому что не идет, нету соответствия этим деньгам. Нет, я тоже был готовый, я ждал меня, потому что мне нужно, ну, у меня других вариантов было. То есть я просто отдал все деньги, у меня их было ровно ноль. Вот. И надо было что-то сделать. То есть единственный вариант, что я мог сделать, это либо получать зарплату, либо продавать все эти, по банке, которые у меня оставались. Ну, собственно, я же эту карточку и вытянул. Можно было просто просить денег. Чего? Не обязательно было продавать, можно было просто клянчить. Ну, это твой вариант, да. Он себе там... Ну, я не любитель этих... Хотя, как вариант, да. У тебя было задание, да. Да, кстати, у тебя было задание. Да, было задание. Попросить безвозмездно. Да. И ты его, вот, кстати, не выполнил. Я его, видимо, не так понял. Ну, я тебе же потом объясню, да. Клянчить, клянчить и просить безвозмездно, но... Это не обязательно клянчить и просить. Здесь все дело в том, как ты на это смотришь. Посмотреть квест можно? Задание где-то... Там было такое же, как ты раньше его видела. Я не менял текст. От полутора до четырех. Там полторы, да, четыре с половиной. Да, попросить. Безвозмездно. А моего любимого? Не было мотивации? Не попросить или что-то такое. Не попалось. Пополучить безвозмездно там. Смотри, здесь... Здесь все дело именно в том, как ты это называешь. Если ты на себя надеваешь образ просящего, то, конечно, тебе будет неуютно. А если ты поменяешь к этому отношение, ну, это тебе, как, знаешь, как тренинг такой. Вот я бы тебе вообще такое задание рекомендовал бы. Выйди на улицу, и на улицу у незнакомых людей, хотя бы у троих, попроси денег. Идем. Да. Ну, допустим, хотя бы 20 гривен минимум. Вот. А для чего это нужно? Мы когда... Да. Я когда проходил тренинг, вот, я же как бы это... Ну, это не я придумал, на самом деле. Есть такое упражнение, действительно. Я не помню, на каком тренинге много было разных. Вот на одном из них было задание раздать деньги и собрать деньги. То есть попросить. Но не у тех же людей, конечно. То есть одним ты даешь, но не каким-то там бездомным, которые попрошайки, которые тебя и так возьмут. Вот, это понятно. Обычно вот таким, как мы, людям. Просто в очереди человеку дать 20 гривен. Нужно подарить деньги. Да. Вот. Под любым предлогом. Плохо. И попросить у него денег. Но не заработать у него. Заработать, то понятно, каждый может. А просто, чтобы он тебе дал. Просто так. Для чего это нужно? Во-первых, первое задание – это разблокировка жадности. То есть ты отдаешь деньги легко, даришь просто вот прохожим. Плюс ты как бы, ну, это другая энергия. Другая энергия отдачи. Она тебя, ну, вы забыли. Ты вот чувствуешь, что у тебя есть деньги. Ну, это, скажем так, так должно быть. Такое ощущение. Если ты отдаешь с ужимом, значит, где-то внутри ты это не проработал. Что-то есть еще. И обычно вот этот ужим, он мешает стать богатым. Вот когда ты вот легко двигаешь деньгами, тогда они, знаешь, как воздух заходит, заходит, заходит. То есть ты, ну, в этом потоке. А когда есть вот этот ужим, что, блин, я не попрошу, или, блин, я не отдам, ну, вот, это мешает дышать полной грудью деньгами, скажем так. Вот. Мы проходили такое упражнение. Это веселое, конечно, упражнение. Это столько страха вылезает у тебя, столько каких-то там дискомфорта вообще. Ну, то есть я тебе вот рекомендую вот такое домашнее задание. Троим людям подарить деньги, и у троих людей попросить деньги. Это за рандомные незнакомые люди. Вообще, вышел на улицу просто вот, на Деребасовской вышел и вот так. И кто-то тебе откажет. Может, в очередь, может, да, да, будь здоровым. Это надо, давайте брать. Да. Любым людям, ну, обычным, нормальным. Вот. Не каким-то, которые возьмут у тебя... На макдрайве стань, раздавай. Да. Знаешь, я тебе скажу, у тебя даже откроются некоторые вещи, о которых я сейчас даже, ну, не знаю. То есть ты какие-то новые инсайты получишь. Ты скажешь, вау, круто. То есть я понял вот это, я понял у меня там, ну, то есть это новые ощущения. Это то, чего ты не делал. Я рекомендую сделать. Вот. Ты начнешь на это смотреть проще, и у тебя оно пойдет еще лучше. То есть ты заметишь, как оно легко работает. И коммуникация начнется, и, возможно, еще с кем-то познакомишься. Может, будет полезный человек. Да. На бэфи. Окей.